Приветствую всех, дорогая Церковь, братья и сестры. Сегодня у нас воскресный день, мы можем собраться, поразмышлять над Словом Божьим. Хотел бы для нашего размышления один стих из 88-го Псалма. Этот 88-й Псалом говорит о хвале. Сейчас мы откроем. Этот Псалом говорит о хвале, о верности, о защите, об обещании, об гневе, о милости. И этот Псалом написан был современником Давида. Современником Давида, и он видел, как царь руководит этим народом. Он видел, как он относится к служению. И вот на фоне этого всего он описывает одну ситуацию и просит у Бога милости. А сегодня в 88-м Псалме мы разберем короткий стих. Это 16-й. Часть стиха. «Блажен народ, знающий трубный зов». Эти слова звучат не просто так. Эти слова в себе имеют особый смысл, который касается каждого из нас. Что же означает трубный зов? В нашем контексте и в моей проповеди будем смотреть на этот зов, как, первое, это как голос Бога. Ну, это когда Бог к нам обращается через проповедь, через наши обстоятельства жизненные, через Библию, когда сам Бог лично к нам как-то обращается. Ещё как мы можем рассматривать трубный зов, это как голос вечности. То есть он напоминает нам о том, что наша жизнь, она имеет начало и конец, определённый промежуток. И голос вечности должен нам напоминать о том, что мы встретимся когда-нибудь с Богом. И третье, что трубный зов может для нас означать, это голос надежды. Это обещание о спасении, обещание о том, что нас ждёт вечная жизнь в Небесном Царстве. Но есть одна тайна, которая написана в Библии, которая звучит так. 1 Коринфянам, 15 глава, 51-52 стихи. «Говорю вам тайну. Не все мы умрём, но все изменимся вдруг в обновении ока, при последней трубе. Ибо вострубит, и мёртвы воскреснут нетленными, а мы изменимся». Интересные слова, что мы сейчас люди, мы сейчас тленные, да? Мы воскреснем нетленными, и мы изменимся. А как мы изменимся? И когда? При последней трубе? Во мгновение ока? Но задаётся вопрос, а сможем ли мы услышать этот звук последней трубы? Способны ли мы будем различать звуки? И вообще, какие звуки бывают, да? У нас на оркестре обычно Дядя Бова рассказывал, раньше, когда он ещё здесь участвовал, рассказывал различные примеры. И один был пример, ну так вот, не раз он уже его повторял, рассказывал нам историю про один оркестр, который ему понравился, который его пригласили. Ну и мы предложили, давай ты угадаешь, что за инструмент звучит. Его повернули спиной к этому оркестру, начинает инструмент играть и говорит, ну, угадай, что за инструмент. И Владимир Андреевич слушает, слушает и говорит, это, наверное, саксофон. Но поворачивается и видит совсем другой инструмент. Инструмент вроде бы, да, имеет какие-то свои характеристики, имеет какое-то звучание, да? Но человек, который очень хорошо и очень силён, он очень хорошо разбирается в музыке, но он не смог различить этот инструмент. А что говорить про меня, да? Или кого-то другого человека, который, может быть, в музыке не силён, да? И написано, что при звуке последней трубы Бог нас изменит, да? Мы изменимся. Как это произойдёт? Как мы сможем распознать звук? Но очень есть особенная мысль. Перед последней трубой должны звучать другие, да? Потому она и названа «последняя труба». И чтобы различить звук последней трубы, мы должны узнать, как и когда звучали трубы в тексте Священного Писания. В Библии можно посмотреть множество примеров, когда написано, когда труба звучала, когда играла, да? Но мы будем проводить аналогии между народом израильским, как там труба звучала, и это проводить с нынешней церковью, да? Первое, что хотел прочитать, это числа, 10 глава, с 1 по 10 стихи. «И сказал Господь Моисей, говоря, «Сделай себе две серебряные трубы, чеканы сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов. Когда затрубят ими, соберется к тебе все общество ко входу с киньей собрания. Когда одною трубой затрубят, соберутся к тебе князья и тысяча начальники Израилева. Когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку. Когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу. Тревогу пусть трубят при отправлении их в путь. А когда надо бы насобрать собрание, трубите, но не тревогу. Сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами. Это будет вам постановлением вечным роды ваших. И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты пред Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших. И в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесячья ваши трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших. И это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь Бог ваш. Тут написано, да, места, и когда, и сколько звучать должны трубы. Вроде бы все расписано, да, кратенько, но хотел бы выделить те моменты, для чего собирался, и когда звучала труба. Первое, что я определил, это для собрания Божьего. Соблюдение субботы, да, Бог дал заповедь о соблюдении субботы, и когда народ собирался, они использовали трубный зов, чтобы напомнить народу о важности отдыха и поклонении Богу в этот день. И сегодня этот важный день для нас, это день воскресенья. Сегодняшний день, когда мы можем собраться, услышать, что хочет нам сказать Бог. Это своего рода трубный зов. Пресвитер нам или служитель, когда с кафедры напоминает, когда нам нужно приходить на собрание. И вот сегодня посмотришь, воскресное собрание, да, я вот переживал вначале, думал, у меня тут написано, что воскресенье утром много людей. Пришел без пяти, смотрю, очень как-то выглядит на пятничное собрание. Но по итогу народ собрался, и можно сказать, что нас сегодня больше, чем в пятницу, нас больше, чем воскресенье вечером. И мы же не можем пренебрегать этим днем. Но если мы пренебрегаем, какие же будут последствия? Я решил посчитать, сколько раз мы примерно должны ходить на собрание. Можно сказать, своего рода планка. Допустим, у нас собрание на неделе, сколько это у нас? Пятница и воскресенье два раза, да? Три собрания. Сколько у нас получается в месяц? Нужно, ну, предположим, что в месяц у нас четыре недели, хотя бывает и пять, да? Три умножаем на четыре, двенадцать. Двенадцать уже собраний в месяц. А если посчитать это на протяжении года, то у нас получится двенадцать на двенадцать. Я уменьшил, решил, вдруг кто-то заболел на пятую неделю. Это же исключение, исключение нужно всегда иметь в виду. Минимум сто сорок четыре, но если брать все недели, конечно, да, то может и больше. И представляете, да? Как хорошо, если мы держимся этой планки, ходим на собрание, и в пятницу, и в воскресенье, и... Ну, а если я хожу в воскресенье утром только, один раз в неделю, то сколько я теряю важных мыслей. У нас на проповеди постоянно говорится о Боге, постоянно мы размышляем о слове, и каждый раз, ну, теоретически так должно, мы уходим наполненными, наполненными Божьих откровений. Смогу ли я разузнать или узнать Божий зов, если я буду ходить редко на собрание? Первое царство, прочитаю. Третья глава, девятый стих. «И сказал Ильи Самуилу, пойди назад и ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи, говори, Господи, ибо слышит раб твой. И пошел Самуил и лег на месте своем». Знаете, да, эту историю, когда отрока Самуила поместили в такую обстановку, где он был под Ильей, да, обучался, и Самуил еще не знал, как звучит голос Божий. Он еще не знал, как это разузнать, кто это говорит. И поэтому он обращался к Илье, говорит, Илья, ты меня звал? Первый раз спросил. Второй раз подошел, третий раз подошел, и на третий раз, когда он уже подошел, Илья уже понял, что это говорит с ним Господь. И что же он говорит? Он говорит ему, пойди, ложись спать, и когда в следующий раз тебе позовет такой голос, ты скажи, говори, Господи, ибо слышит раб твой. Почему так произошло? Почему он, Самуил, услышал этот голос? Можно это взять из ранних текстов и из ранней жизни. Почему? Его родители, а точнее его Анна, она пообещала, и она желала, чтобы сын, который у нее родится, чтобы он был при храме, чтобы он служил, чтобы во все дни жизни его он пребывал там. И поэтому Самуил услышал голос Бога. Второе, что я хотел отметить, когда звучала труба. Звучала труба для войны. Вспомним историю битвы при Иерихоне. Бог повелевает израильтянам трубить в трубы, чтобы разрушить стены Иерихона. Это вообще чудесное такое место, которое логически кажется непонятным. Как такое могло произойти, когда люди ходили с трубами и стены разрушились? Непонятно. Мы прочитаем отрывочек Иисуса Навина, книга 6 глава, 4 стих. «Когда затрубит юбилейный рок, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый с своей стороны». Я бы хотел отметить здесь определенные моменты. Весь народ идет на сражение. Весь народ устремляется со своего места, и весь народ кричит громким голосом. «Блажен народ, знающий трубный зов». Почему так происходит? Они, весь народ, услышал и отличил все знаки, которые нужно было соблюсти. А какие? Во-первых, нужно было им пройти вокруг города семь дней по одному разу. Как это происходило? Мы можем на картинках или в детской Библии предположить. Стоит у нас такой город, обнесенный стенами, вроде бы большой, и кажется, какая-то маленькая кучка людей вот так вот обходит с трубами, да? Но на самом деле написано как? Во втором стихе. «Пойдите вокруг города, все способные к войне, обходите город однажды, все способные к войне». Представляете, сколько ходило раньше на войну, сколько людей было. Это такое большое множество. Все способные к войне должны были вокруг города обходить, должны были молчать и, ничего не говоря, вот так вот пройти. Ходили они, получается, семь дней, а потом все вместе крикнули. «А была бы победа, если бы кто-то раньше крикнул?» Ну, бывает же такое, да? Кто-нибудь не услышал звук трубный, да? Или не понял что-то? Или ему показалось, кто-то крикнул, да? И он тоже решил крикнуть. Была ли бы победа? Или не все ходили бы вокруг Ирихона? Там написано «все способны к войне», да? Не все бы ходили вокруг Ирихона. «Победа была бы?» Или бы народ находился бы в стане, и ему говорят, надо идти вокруг города. А они говорят, да разве Бог поможет нам вот в таком? Они бы, представляете, если бы они не поверили бы, что Бог разрушит стены, победы бы не было. Мы вчера с моей любимой женой размышляли о сегодняшних возможностях, о сегодняшних возможностях обогащения своей души. Сегодня мы можем слушать проповеди, мы можем не видеть лично человека, мы можем быть не на этом собрании, но мы можем прослушать запись, прослушать видео, увидеть, да? Мы можем сейчас в такое время читать любую литературу, любую книгу, духовную книгу читать и обогащаться этим. И вроде бы это у нас, друзья, большая такая суперспособность, как у нас люди говорят, но, может быть, не в этом сила, при этом то, что мы имеем такую способность, мы, возможно, мы не все пользуемся этим. Я бы сказал даже, наверное, ленимся, наверное, использовать это. Но сила, друзья, не в этом. Сила, друзья, в молитве, как и всегда было раньше. Якова 5,16. «Признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Такой стих есть. Еще Луки, 1,13. «Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя и жена твоя, Елизавета. Роди тебе сына и наречешь ему имя Иоанн». Тоже стих о том, как люди молятся, как сильна молитва. И это сейчас главнее. Мне такой вопрос к вам. Кто помнит, как исчислялся народ израильский? Я помню три пункта. Я их не проверял, но хотел бы, чтобы вы подсказали мне. Пожалуйста. Как исчислялся народ израильский? Помните? Кого считали? Женщин? Мужчин? Мужчин считали. Потом считали всех, и детей считали, и стариков, и отцов. Кого считали? Какой возраст был? Помните? С 18, по-моему, или да? С 20 лет. Вот. С 20 лет. Второй пункт. И третий. Не помните, да? Третий почему-то чуть-чуть забывается. Все способны к войне. Я уже об этом говорил чуть-чуть. При битве и реконии. Все способны к войне. И вот на этой аналогии хотелось бы нам предположить, да? А как оцениваются сейчас наши церкви? Ну, посмотрим, например, такой пример, когда мы приезжаем в другую церковь, и у тебя спрашивают, Павел, брат, приветствую. Слушай, ты в какую церковь ходишь? Благовещенскую. А сколько мне членов церкви? Ну, 150. О, эта церковь большая, по меркам Дальнего Востока. А кто у тебя там? Какой возраст? Ну, дети есть там? Пожилые, взрослые, семейные? Да, вот эти, вот эти, вот эти вот есть. Ну, хорошо. Но и об этом все, в принципе, что узнают о церкви, да? А спрашивают ли про церковь или про людей, которые способны к войне? Как-то не принято, да, спрашивать? Ну, как-то и непонятно, а как ты спросишь, способны они к войне или нет? И что за эта война? Эта война была в народе израильском, и считали определенных мужчин, женщины считали, а тут, получается, что за способны к войне? Но, друзья, в нашей церкви должны быть, и должно быть много тех людей, которые способны к войне. Вот мы возьмем даже какую-нибудь сестру, да, пожилая сестра. она вроде бы немощная, ей вроде бы нужна помощь, где-то надо ее за ручку вести, но она воин, она может сражаться, у нее есть сила, и это сила, и у нее есть оружие, которым она пользуется, это молитва. И вот к чему, друзья, нам нужно стремиться. Еще когда звучала труба, это третье, для снятия станов. Кажется, непонятное слово для снятия станов, да? Это труба звучала, когда нужно было людям идти из одного места к другому, точнее, не людям, а народу израильскому. И интересно, что трубу было очень хорошо слышно. Представляете, если бы в этом многочисленном народе человек какой-нибудь кричал «Встаем, идем, путь!» Где-то здесь услышали, далеки не услышали, но трубу было очень хорошо слышно, и это особенность трубы. И когда же, как же народ шел? Помним, да, исход из Египта, когда народ израильский уходил из пленения, и Бог направлял их через столб облачный. Написано в исходе, 13 глава, 21-23 стихи. «Господь же шел перед ними днем в столбе облачном, показывая им путь, а ночью в столбе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа». Такое чудесное, назовем его, чудо Божие, которому они, как сказать, шли, и Он их направлял. Хорошо, когда идешь, в себе, да, спокойно, ты знаешь, что вот этот столб облачный ведет тебя, и ты спокоен. Но, куда шел народ израильский? Ответьте, да, друзья, куда шел народ израильский? В землю обетованную, правильно? И сколько, вопрос он шел, сколько он шел? 40 лет. Почему? А как Бог хотел вести народ? 40 лет разве? Нет. Он хотел проверить народ, Он хотел научить и привести вот в обетованную землю в короткие сроки, да? Но им пришлось по этой пустыне ходить, крутиться, посещать одни и те же места. И все виной стало недоверие и ропот. Друзья, а Бог хочет нашего доверия. Вот, если представить или ассоциировать на народе израильской, как он шел, если мы остановились у чудесного места, да, где находятся пальмы, где находятся финиковые деревья, да, вода, у них такие места были. И кажется, все хорошо, все прекрасно, нет этой пустыни, нет вот этого песка, нет вот постоянно вот этой ходьбы, жары, когда можно укрыться под деревьями, да, но столб облачный идет, труба зовет тебя, то, друзья, стоит довериться ему. Впереди может быть пустыня, может быть некрасочные места, но в конце, в конце в итоге мы придем в обетованную землю. для нас, друзья, это небесный Иерусалим, который обещал нам Иисус Христос. Блажен народ, знающий трубный зов. Братья и сестры, каждый из нас может быть частью этого блаженного народа. Давайте будем внимательны к трубному зову, будем каждый день молиться, друзья, каждый день будем жить в соответствии с Его волей и не терять уверенности в том, что Господь с нами. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok